Всем привет! С вами Люда Блаж Суприм и сегодня я для вас подготовила очень простой, но чувственный образ, который отлично подходит на осень, с яркими модными губами. Ну что, приступаем к макияжу и на чистое лицо я наношу мист от Бобби Браун. Он подготовит мою кожу к макияжу. И в качестве тонального крема сегодня тоже использую Бобби Браун, их обычный тональный крем, про который я вам подробно расскажу в моих фаворитах в следующем видео. Подходящий мне оттенок я наношу на все лицо при помощи плоской кисточки. Ну а дальше бьюти блендером аккуратно и тщательно все хорошенечко вбиваю, не пропуская никакой участок кожи. Теперь консилер. Я использую MAC Pro Longwear Concealer. Наношу его также при помощи бьюти блендера на область под глазами, вдоль носа и на подбородок. И приступаем к макияжу глаз. Начинаю макияж при помощи базы. Базу выбираю бежевую, но которая выравнивает тон кожи. И теперь мне нужен основной оттенок. Я выбрала розовато-перламутровый с небольшим свечением. Наношу на все подвижное веко пушистой кисточкой и немножко растушевываю пальцем. Теперь мой бронзер от Nars в оттенке Laguna очень здорово поможет мне отконтурировать глаз. Я наношу его пушистой кисточкой в складку века и опять же хорошенько растушевываю. Теперь немножко подведу нижнюю линию роста ресниц. Черный оттенок и скошенная кисточка мне в этом помогут очень здорово. И растушую я этот оттенок чистой кисточкой-карандашиком. Ну а теперь, чтобы глаза выглядели отдохнувшими и свежими, я добавлю поводные линии и немного белого карандаша от MAC. Ну и без темных оттенков мы, конечно, никуда. Здесь я буду использовать коричневый мягкий карандашик и подведу верхнюю линию роста ресниц. А дальше скошенной кисточкой я как бы выведу этот цвет за границы глаза и получится как будто бы растушеванные стрелки. Ну и, конечно же, пару слоев, удлиняющий и увеличивающий объем туши. Too Faced в этом отличный поможет. Пока тушь будет сохнуть на ресничках, я подготовлюсь к нанесению накладных ресниц. Буду использовать MAC, потому что они самые лучшие. И, конечно же, клей Duo. Клей должен немножко подсохнуть, именно поэтому я займусь лицом. Немножко бронзера скошенной пушистой кистью на скулы. И персиковых кремовых румян на щечки. Получается идеальный оттенок лица. Это то, что нужно для ярких губ. Тем временем клей подсох и достиг нужной мне консистенции. Теперь я могу клеить реснички. Ну, наконец-то. Теперь я могу переходить к макияжу губ. Я немножко промокну свои губы бьюти-блендером, на котором остался тональный крем, и беру яркий карандаш. Именно он будет служить мне сегодня помадой. И аккуратно, никуда не торопясь, я начинаю прокрашивать губы. По пути я как бы растушевываю и промакиваю губы при помощи пальца. Так цвет ложится ровнее. И все-таки в самом конце я добавлю немножко бальзама в серединку губ. Так губам будет более комфортно, и даже достигнется легкий эффект амбре. Осталось отконтурировать контур губ при помощи корректора, и все, наш макияж готов. Модные эффектные губы в сочетании с легким ненавязчивым макияжем глаз. То, что нужно для осени. Повторяйте данный макияж и делитесь своими впечатлениями. Ну, а мы с вами обязательно увидимся в следующих видео. Пока-пока!